Мои дорогие братья и сестры, я благодарен за возможность быть с вами на этой первой сессии Генеральной конференции. Выступающие музыка и молитва привнесли сюда влияние Духа, а также ощущение света и надежды. Это ощущение пробудило в моей памяти воспоминания о том, как я впервые зашел в храм в Солд-Лейк-Сити. Я тогда был совсем юным. Моими единственными напарниками в тот день были родители. Войдя внутрь, они на секунду остановились, чтобы поздороваться с храмовым служителем. На какое-то мгновение я оказался один впереди них. Меня поприветствовала маленькая седовласая женщина в прекрасном белом храмовом платье. Она подняла на меня взгляд и улыбнулась. Затем сказала очень нежным голосом, «Добро пожаловать в храм, брат Айринг». На секунду я подумал, что она ангел. Иначе откуда она знала, как меня зовут? Я и забыл, что к клацкану моего пиджака прикреплена маленькая карточка с именем. Я прошел мимо нее и остановился. Посмотрев наверх, я увидел высокий белый потолок, из-за которого комната была такой светлой, словно находилась под открытым небом. И в тот момент ко мне в голову пришла мысль, облеченная в очень отчетливые слова. Я уже бывал раньше в этом светлом месте. Но затем появилась другая мысль, и ее озвучил уже не мой голос, а чей-то другой, сказав мне, «Нет, ты никогда здесь не был. Ты просто вспомнил момент до Своего рождения. Ты был в священном месте наподобие этого. Снаружи на наших храмах высечены слова «Святыня Господня». Я знаю на собственном опыте, что эти слова истинны. Храм — это святое место, где откровение приходит к нам легко и беспрепятственно, если наши сердца открыты ему, и если мы достойны его. Затем, позже, в этот первый день, я еще раз почувствовал тот самый Дух. Храмовая церемония состоит из определенных слов, которые вызвали в моем сердце чувство горения, подтверждающее, что все представленное мне — истина. То, что я почувствовал, было для меня очень личным. Это касалось моего будущего, и реализовалось оно через 40 лет, когда я получил призвание на служение от Господа. Я испытал то же самое чувство, когда заключал брак в храме в Логане, штат Юта. Это запечатывание проводил президент Спенсер Кимбелл. В нескольких словах он дал нам такой совет. «Хэл и Кэти, живите так, чтобы, когда призвание придет, вы могли с легкостью оставить все». Когда он произносил эти слова, я ясно увидел мысленным взором цветную картинку, крутой холм и дорогу, ведущую к вершине. По левой стороне дороги тянулся белый забор, исчезая в ряду деревьев на вершине холма. Сквозь деревья едва виднелся белый дом. Прошел год, и я узнал о таком, когда тесть повез нас по этой дороге. Все было в точности таким, как я видел на той картинке, на той картинке, которую я видел, когда президент Кимбелл давал нам свое наставление в храме. Когда мы приехали на вершину холма, тесть остановился у белого дома. Он сказал нам, что они с женой покупают дом, и что он хочет, чтобы мы с его дочерью жили в гостевом домике. А сами они будут жить в главном доме несколько метров рядом. И все 10 лет, которые мы прожили, которые мы прожили там, в этой милой семейной обстановке, мы с женой почти каждый день говорили, надо наслаждаться, пока можем, вряд ли мы надолго здесь задержимся. Призвание пришло от Нила Максвелла, церковного уполномоченного по вопросам образования. Предупреждение, данное президентом Кимбеллом насчет готовности с легкостью оставить все, стало реальностью. И это призвание означало, что нам нужно оставить, как казалось, идеальное место для жизни ради поручения на новом месте, о котором я ничего не знал. Наша семья была готова покинуть это благословенное место и оставить в прошлом это благословенное время из-за того, что пророк, находясь в Святом Храме, в месте откровения, предвидел будущее событие, которому нас готовили. Я знаю, что храмы Господа — это святые места. Выступая перед вами сегодня на тему храмов, я ставлю перед собой такую цель усилить наше с вами желание быть достойными и готовыми к возрастающим возможностям для служения в храме, а они к нам обязательно придут. Для меня величайшей мотивацией быть достойным служения в храме служат слова Господа о Его святых домах. Цитата. «Если народ мой построит дом мне во имя Господне и не позволит ничему нечистому войти в него, дабы он не был осквернен, слава моя пребудет на доме этом, да, присутствие мое будет там, ибо я войду в него и все чистые сердцем, входящие в него, увидят Бога. но если он будет осквернен, я не войду в него, и слава моя не будет пребывать там, ибо в нечистые храмы я не войду». Президент Руссел Нельсон ясно дал нам понять, что мы можем увидеть Спасителя в храме, в том смысле, что Он перестает быть для нас незнакомцем. Президент Нельсон сказал такие слова. Мы понимаем Его, мы осознаем и Его работу, и Его славу, и мы начинаем чувствовать безмерное влияние Его несравненной жизни. Конец цитаты. «Если вы или я войдем в храм недостаточно чистыми, то не сможем увидеть и понять силы Святого Духа то духовное учение о Спасителе, которое мы можем получить в храме. Если мы достойны получить это учение, тогда, благодаря опыту посещения храма, в нашей жизни могут возрастать надежда, радость и оптимизм. Эти надежда, радость и оптимизм доступны только через принятие таинств, проводимых во святых храмах. Именно в храме мы можем получить заверение о том, что семейные узы любви и семейные связи могут продолжаться после смерти и длиться целую вечность. Много лет назад, когда я служил епископом, прекрасный юноша сопротивлялся моему приглашению стать достойным вечной жизни с Богом и со своей семьей. Он эмоционально рассказывал о том, как хорошо ему со своими друзьями. Я дал ему высказаться. И тогда он рассказал мне один момент о своей жизни, когда во время вечеринки среди всеобщего шума и веселья он внезапно осознал, что ему одиноко. я спросил у него, что тогда произошло. Он сказал, что вспомнил время, когда был маленьким и сидел на коленках у мамы, а она обнимала его. И в тот момент, когда он рассказывал эту историю, он прослезился. Я сказал ему, что, как я знаю, истинно, единственный способ сделать так, чтобы это чувство длилось вечно, это самому стать достойным и помогать другим стать достойными храмовых таинств запечатывания. Мы не знаем подробностей насчет семейных связей в духовном мире и насчет того, что будет происходить после нашего воскресения, но мы знаем точно, что пророк Илья приходил, как и было обещано. Он пришел, чтобы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. И мы знаем, что наше вечное счастье зависит от того, будем ли мы прилагать все свои усилия к тому, чтобы предложить такое же длительное счастье как можно большему числу наших собратьев. Я также чувствую желание добиться успеха, приглашаю живущих членов семьи пожелать стать достойными, получить и чтить храмовое таинство запечатывания. Это часть обещанного собирания Израиля в последние дни по обе стороны завеса. Одна из величайших возможностей предоставляется нам, пока у нас есть маленькие члены семьи. Они рождаются со светом Христовым, который дается им как дар. Он позволяет им чувствовать, что есть добро, а что зло. По этой причине, когда они просто смотрят на храм или на изображение храма, у них может возрасти желание стать достойными привилегии однажды туда войти. Может настать день, когда, будучи молодыми людьми, они получат рекомендацию для посещения храма, которая позволит им выполнять в храме заместительные крещения, и благодаря этому у них может усилиться чувство и понимание того, что храмовое таинство всегда указывает на Спасителя и на Его искупление. Когда они почувствуют, что дают человеку в духовном мире шанс очиститься от грехов, у них усилится ощущение того, что они помогают Спасителю в Его священной работе, благословляя Дитя нашего Небесного Отца. Я видел, как сила этого переживания изменила жизнь девушки. Однажды, много лет назад, мы с дочерью ближе к вечеру пошли в храм. Она была последней в очереди для заместительного служения в Баптистерии. Мою дочь спросили, может ли она остаться подольше, чтобы выполнить таинство за всех людей, чьи имена были приготовлены? Она согласилась. Я смотрел за тем, как дочь зашла в купель. Крещения начались. Вода стекала с лица моей маленькой дочки каждый раз, когда ее поднимали из воды. Снова и снова ее спрашивали, можешь ли ты сделать еще? И каждый раз она отвечала, да. Как заботливый отец, я начал надеяться, что ей перестанут предлагать сделать больше. Но я до сих пор помню ее решимость в те моменты, когда ее спрашивали, может ли она сделать еще? А она своим решительным тоненьким глазком отвечала, да. Она осталась до тех пор, пока последний человек в списке в тот день не получил благословение крещения во имя Иисуса Христа. Выходя из храма вместе с ней в тот вечер, я поражался тому, что я увидел. ребенок изменился и был возвышен прямо у меня на глазах, служа Господу в его доме. До сих пор помню то чувство света и покоя, которое окутывало нас, когда мы вместе выходили из храма. Прошли годы, а она до сих пор отвечает, да, когда Господь спрашивает ее, сможет ли она сделать для него еще больше, даже когда это очень трудно. вот что может сделать храмовое служение. Вот так оно может нас изменить и возвысить. Именно поэтому я надеюсь, что вы и все ваши родные и близкие будут возрастать в желании и решимости быть достойными приходить в дом Господа настолько часто, насколько позволяют обстоятельства. Он хочет видеть вас там. Я молюсь о том, чтобы вы постарались пробудить в сердцах детей Небесного Отца желание приходить туда, там они могут почувствовать себя ближе к Нему, а еще молиться о том, чтобы вы приглашали своих предков удостоиться вечной жизни с Ним и с вами. Мы тоже можем искренне говорить эти слова. На храм смотреть люблю я, хочу я в храм войти, внимая Духу Бога молитву вознести, потому что это Божий дом, любовью он наполнен. С детства буду я готовиться, чтобы в храм войти достойно. Я приношу торжественное свидетельство о том, что мы дети любящего Небесного Отца. Он избрал Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа быть нашим Спасителем и Искупителем. Единственный способ вернуться к Ним, чтобы жить с Ними и с нашими семьями, это получить Таинство Святого Храма. Я свидетельствую, что президент Рассел Нельсон обладает всеми ключами священства и применяет их, делая вечную жизнь возможной для всех Божьих детей. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.